Шалом! Недавно я ездил в один католический монастырь, километрах в 40 от Иерусалима, надеялся там увидеть свою знакомую давнюю. Когда-то мы с ней были в одной общине в Иерусалиме, но несколько лет тому назад она перешла в католичество, и стала монашкой. Сначала она туда ушла на какой-то испытательный срок, скажем так, а потом приняла, или дала, точнее, обет Богу на всю оставшуюся жизнь, монашеский обет. Вот я ее уже давно не видел, потому что редко посвящаю монастыри и церкви, с одной стороны, ну а с другой стороны, она даже в своем монастыре ведет очень замкнутый образ жизни, то есть более замкнутый образ жизни, чем остальные женщины, другие монашки, потому что она практически полностью себя посвятила молитве. Да, чуть не забыл пару важных деталей. Моя знакомая еврейка, а община, в которой мы здесь были с ней вместе, довольно известная в Иерусалиме, мессианская община, основанная лет 30 тому назад двумя родными братьями, выросшими в ортодоксальной еврейской семье в Нью-Йорке, не просто в еврейской семье, а в семье Коэнов, то есть потомков Аарона. Так что, если вы думаете, что несчастная попалась в руки католиков из-за слабого еврейского самосознания, вы, скорее всего, ошибаетесь. Вот, мне не удалось увидеть свою знакомую, поэтому я просто немного побродил по этому монастырю и посидел в пустой церкви. Разглядывал стены, изображения Мирьям, Ешуа, Иоанна Крестителя, апостолов, написал надписи на латыни, листал книги и журналы, которые там были разложены на книжном столе возле входа, и пытался разобраться в собственном отношении к этому учреждению. Отношения у меня к нему противоречивые. С одной стороны, это что-то чужое, не мое. Я не могу представить себя ни католиком, ни православным. Почему? Из-за всего того антисемитизма, который было и есть в христианской церкви, да, конечно, мне тошно, так мягко выражаясь, тошно думать о всех тех преступлениях, которые церковь совершила против евреев за свою историю, но не только по этой причине, прежде всего из-за того, что в этой церкви я не смогу остаться евреем. Если я уйду из мессианского движения в христианство и утяну за тобой туда своих детей, то, и они к тому же еще останутся в христианстве, то ни во мне, ни в них ничего еврейского, кроме фамилии и внешности, точно уже не останется. Мы растворимся в этой миллиардной массе христиан, не евреев, и тем самым будем лить воду на мельницу Адольфа Гитлера. Можно, конечно, сказать, ну, слушай, лить воду на мельницу Гитлера – вода, не кровь. Знаете, для меня это не аргумент, потому что если сам Господь Бог сохранил еврейский народ, то кто я такой, чтобы способствовать его исчезновению? Пускай даже таким, на первый взгляд, невинным способом. Во-вторых, я навряд ли уживусь с иконами, статуями, мощами святых, обладками и прочими средствами, которые церковь использует для того, чтобы Бога сделать видимым, осязаемым, то есть таким, что его можно потрогать, пощупать, и даже съедобным. Конечно, я верю в то, что слово стало плотью, и что люди видели его глазами, своими слышали ушами то, что он говорил, Ишу, я имею в виду, и осизали руками. Очень хорошо об этом пишет апостол Ян. Я верю, что Бог использует воду, твилы, то есть крещение, что он использует оливковое масло, человеческие руки, хлеб и вино, причастие для того, чтобы действовать. Через все эти материальные элементы или вещи действовать в нас, и через нас, и среди нас через них, через эти вещи. То есть, это, собственно, вещь не новая, не чисто новозаветная. Кровь и мясо жертвенных животных мы видим еще в Танахе, там же видим и воду, там видим и елей помазания, и возложение рук. Материя создана Богом, он ее использует, когда хочет. С этим у меня никаких проблем нет. Более того, его слово, как мы уже сказали, оно стало одним из нас, стопроцентным человеком. Но, но, после вознесения на небеса, этот человек стал невидим. И сегодня мы призваны жить верой, а не видением. Обратите внимание, здесь есть очень резкий контраст вера и видение. Это две совершенно разных вещи. Сам Ишуа сказал, что жизнь вечную дает дух, а материя в этом деле сама по себе бессильна. Дух животворит, он сказал, плоть не пользует ни мало. Единственное, что она, материя, может сделать, это быть проводником духа, насколько я понимаю. Как металлический провод может быть проводником электрической энергии. Может быть, это философская проблема у меня такая, но тем не менее. Ну и, наконец, для меня совершенно неприемлемо притязание Церкви на ту власть над человеческими душами, которая, на мой взгляд, принадлежит исключительно самому Господу Богу. Церковь считает, что ее священники – это основной канал, который Бог использует для того, чтобы прощать людям их грехи и давать им свою благодать. То есть, что они говорят? Хочешь жить с Богом? Прекрасно. Ходи на исповедь и на причастие. Церковь говорит, один на один перед Богом грехи исповедовать недостаточно. Но как ты узнаешь, что Бог тебя простил? Нужен священник, который объявит тебе прощение грехов. И без причастия ты с Ешуа тоже не встретишься. А причастие, мой дорогой, это не хухры-мухры. Сам себя дома ты не причастишь. Только священник, имеющий соответствующее рукоположение от епископа, может тебе преподать причастие по-настоящему. Что значит по-настоящему? Это значит, что ты будешь есть не просто хлеб, а тело Христа. И ты будешь пить не просто вино, а кровь Христа. Ну, отсюда что? Отсюда жесткое разделение на священство и мирян. Которое, по-моему, противоречит как букве, так и духу Нового Завета. В общем, не быть мне ни католиком, ни православным. Это с одной стороны. А с другой, я не могу сказать, что католики и православные для меня тоже, что мусульмане, буддисты и атеисты. Скажете, стоп, а как же Богоматерь? А святые, которым христиане молятся, Это разве не идолопоклонство? Ведь так называемая Богоматерь, это же просто тонкая ширма для древней Астарты, языческой богини, которая играла в этих самых языческих пантеонах роль божественной матери. Вот те божественные матери у язычников, вот те Богоматери у христиан. Какая разница? И вообще, оставь все эти аналогии и ширмы. Разве ее почитание, вот Марии, почитание в церкви, о котором говорят богословские книги, они говорят о почитании и о почитании святых. Разве на практике это все не превращается в обожествление? Разве это не превращается в культ? О каком же после этого единобожии может идти речь? Самое натуральное язычество, идолопоклонство. Взяли женщину, сделали из нее богиню. Почему сделали богиню? Потому что молятся ей, потому что славят ее наравне с Богом. Что на это сказать? Я на это скажу две вещи. Во-первых, если вы питаете какие-то розовые иллюзии в отношении современного иудаизма, я, боюсь, очень вас разочарую. Почему? Потому что масса ортодоксальных евреев сегодня верит, ну, например, в реинкарнацию. Да, это правда. То есть не в воскресении мертвых, а в переселении душ. И если это не язычество, то я спрашиваю, что тогда язычество? Причем кто верит-то? Не христиане. Евреи. Те, которые настаивают на единобожии и на всей философии, картине жизни, которая дает Танах. С воскресением мертвых. С одной жизнью, а не с переселением душ. Идем дальше. Массы ортодоксальных евреев молятся на могилах так называемых цадиков. То есть праведников. И верят, что вот определенная молитва в определенный день на той или иной могиле гарантирует им чудеса спасения и избавления. И вот если это не суеверие, то что тогда суеверие? Я спрашиваю. Вообще, чем это отличается от общения с Николой угодником? Или почитания мощей и икон? Ну, это что касается еврейских штучек. Но теперь, что касается христианских штучек. Я убежден, что Господь Бог на все эти штучки христианские смотрит сквозь пальцы. Я убежден, что Он ищет в человеке главное – желание жить по воле Божьей и веру в Ешуа. Откуда у меня такое убеждение? Я вам приведу пару примеров из Писания. Если вы думаете, что на горе Синай, после исхода из Египта, народ Израиля принял монотеизм, вы ошибаетесь. Конечно, еврейская традиция пытается нас убедить именно в этом. Ну, послушаешь, почитаешь традицию, так там уже Авраам был строгим монотеистом, который начисто разделся со всеми идолами. Но Писание свидетельствует совсем не об этом. Исследователи Библии практически в один голос, уже давно, уже не одно десятилетие, говорят о том, что монотеизм утвердился в еврейском народе лишь ко времени Исаия, который говорит об идолопоклонстве совершенно другим языком, не таким, как его предшественники. Стоп, а Исаия – это, пардон, 600 лет до нашей эры. Вы скажете, стоп, секундочку, а что же было до этого? Что же тогда за религия была у Израиля, если не монотеизм? Отличный вопрос. Спасибо, если вы его задали. Что же было до этого? До этого был яхвизм так называемый, да, то есть, а не монотеизм. А в чем разница? Очень просто. Яхвизм – это поклонение Богу, имя которого на иврите пишется четырьмя буквами «Юдхей» и «Вафьей», поэтому иногда его произносят Яхвы. Вообще мы это имя не произносим, но иврите оно произносится «Адонай», в русском переводе, в русском языке мы говорим «Господь». То есть, Израиль получил освобождение из египетского рабства. Кто его освободил? «Господь». «Юдхей» и «Вафьей». И вот этому Богу Израиль и должен был поклоняться. И только ему одному. У Израиля должен был быть один единственный Бог. В этом смысле это был монотеизм для Израиля. Только поймите вот что. Сам Израиль тогда еще совсем не понимал того, что только Господь и есть Бог. То есть, другими словами, ему было невдомек, что боги народов, окружающих его, Египта и всех остальных, это вообще не боги, а плод человеческого воображения в лучшем случае, а в худшем случае – бесы. Ну, Старматора говорит, Господь говорит «Я над всеми богами египетскими произведу суд». Он не говорит «над бесами египетскими», он говорит «над богами египетскими», потому что в сознании еврея у Египта были боги. И теперь появляется у них, у евреев, у нас, то есть, да, у наших древних предков, Бог наш, национальный Бог, такой же, как есть национальные боги у тех народов вокруг нас. Теперь у нас есть тоже наш национальный бог, и наше отличие в том, что наш национальный бог никого рядом с собой не терпит, а у них может быть куча богов. Вот этого понимания о том, что они на самом деле суть не боги, в народе еще не было тогда, и оно сформировалось очень-очень медленно. И поскольку не было этого понимания, то неудивительно, что искушение поклоняться этим богам было очень сильным, потому что это же боги, все поклоняются, а мы что, самые умные, что ли, что мы им не поклоняемся? Сколько же лет ушло на то, чтобы выбить из народного сознания идолопоклонство? Да 800 лет, если считать грубо, от исхода и до времени Исаии. Послушайте, вдумайтесь, на протяжении 800 лет бог имел дело с народом, который назывался его собственным избранным народом, который старался поклоняться ему, но в глубине души завидовал периодически тем, у кого боги были совершенно осязаемыми, то есть золотыми, серебряными, деревянными, астральными и прочими. Теперь скажите, нравилась ли Господу такая ситуация? Понятное дело, нет. И несмотря на это, он возился с нами, как с народом, с евреями, все это время, как нянька с сопливыми детьми. Второй пример, если первый вас не убеждает, не все так просто. Вот пришел Мессия, вот мы его с вами приняли, предположим, да? Мы верим в Ешуа, мы верим в одного бога, мы верим в Ешуа. Означает ли это, что мы строгие монотеисты? В теории, конечно, да, бог один, там неважно, там вы называете его просто бог, или вы верите, что бог триедин, это второй вопрос. Но мы продолжаем, что бог один, окей? И мы даже умеем объяснять, почему, несмотря на божественность Ешуа и божественность святого духа, мы все-таки поклоняемся одному богу, а не трём, и так далее. На уровне богословия, предположим, у нас все отлично с этим. А теперь переходим на уровень практики. Что мы там находим? Послание к Колоссянам, 3 глава, 5 стих. Что пишет Шауль верующим, обратите внимание? Что в они умертвили, среди всего прочего, любостяжание. То есть стяжательство, которое он приравнивает к чему? К идолопоклонству. Вообще, это его Шауля изобретение, вот считать жадность идолопоклонством, нет. Сам Ешуа сказал, не можете служить богу и мамоне. То есть для еврейского уха, вдумайтесь, что эти означают слова для еврея. Потому что Ешуа говорил с евреями. Не можете служить богу и мамоне. Для еврейского уха, приученного к тому, что нельзя служить богу и кому-то еще. Что, то есть кто-то еще, это идол по определению. Эти слова Ешу означали, что он считал служение мамоне, чем? Идолопоклонству. Откуда это известно? Да, простите. И стяжательство, соответственно, это тоже один из видов служения мамоне. А другой вид служения мамоне, это заботы. Откуда мы это знаем из той же Нагорной проповеди, которую он, кстати, опять-таки, он произносит ее не перед язычниками, как Шауль. А перед самыми, что ни на есть, чистокровными евреями. Перед народом, который уже понимает, наконец-таки, что только Господь есть действительно бог. Что боги других народов не боги. Что говорит, смотрите, не можете служить богу и мамоне, посему, говорю вам, не заботьтесь. Вы не можете иметь бога и идола, поэтому не делайте то-то и то-то, чтобы не иметь идола. Что не делаете, чтобы не иметь идола? Не заботьтесь. Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить. И так далее. Когда вы переживаете обо всем об этом, что есть, что пить, во что одеться, не просто думаете, а переживаете. Вы в страхе, вы озабочены. Что вы делаете? вы уповаете уже не на Бога, вы уповаете на Мамону, на деньги. То есть вы уповаете там, что ваш пастырь – это не Господь, а ваш банковский счет, или там кубышка, инвестиции, я не знаю. Вы скатываетесь, другими словами, реально, на практике, в своей душе, в своем уме и в своих действиях, вы скатываетесь и я. Выдало поклонство. Ну, давайте, предположим, с вами такое бывало, предположим, с вами такого не бывало, положа руку на сердце даже, да? Со мной бывало два раза в жизни. Шучу. Больше. Ну и что тогда? Что со мной Господь делал в такие минуты? Земля подо мной разверзалась, молния меня поражала, как идолопоклонника. Да нет, конечно, вот сижу тут перед вами, живь здоров. Господь не отворачивался от меня за это идолопоклонство, точно так же, как Он не отворачивался от нас, как от народа, на протяжении сотен лет, пока в нашей голове еще не помещалось, что боги народов – пустота, как Исаия говорит. Очень медленно, потихонечку, понемножечку, крошечными шажками это идолопоклонство уходит из наших сердец, из нашей жизни. Очень медленно и тяжело. В этом отношении мы все абсолютно не лучше древнего Израиля. Так вот, я убежден, что точно так же Господь смотрит на тех, кто по немощи своей призывает заступницы Марию и святых. Если эти люди, если эти люди в лучшие минуты своей жизни верят в Него самого и стараются идти за Ним, то Ишуа закроет глаза на кучу всяких глупостей и грехов. Почему? Потому что он намного более милостив и терпелив, чем мы с вами. Спасибо. Шалом. Спасибо. 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 Спасибо.